17 февраля пройдет второй этап национального отбора Евровидения и открывать его будет молодая украинская певица Ингрид Костенко. Добрый день. Здрасте. Ингрид, скажите, пожалуйста, у вас такое необычное имя откуда? Это все немецкие корни. У меня большинство родственников по маминой линии немцы, поэтому мама решила меня назвать, естественно, немецким именем. Скажите, пожалуйста, как так получилось, что вы начали заниматься музыкой? Что вас привело, подтолкнуло к этому? О, кстати, я очень редко упоминаю эту историю, но только что не вспомнила. У меня мама, когда была мной беременна, они в церкви очень часто пели и проводили разные конкурсы, песеные, и вообще всегда какие-то концерты были. Может, это повлияло, потому что я всегда слушала музыку и потом начала петь. Но потом я пела всегда с садика, и в садике сама себя записала в музыкальную школу. К нам пришла женщина, моя учительница Светлана Викторовна по фортепиано, и говорит, вот, я провожу набор, я Масенька говорю, я точно хочу. Я уже дала свой номер телефона домашний, и все, маме потом перезвонили, сказали, что ваш ребенок записался в музыкальную школу. Конечно, в классе четвертом у меня уже были истерики, я не хотела учиться, но благодаря маме я доучилась. А вот такой вопрос, зачем вам Евровидение? Ну, слушайте, скажу честно, все же прекрасно понимают, что это огромная и крутая возможность еще раз заявить о себе, напомнить, показать свою песню и своего творчества, потому что это круто, когда за три минуты на тебя может смотреть не одна страна. Ну, то есть это... раньше такого не было. Сейчас это есть, и это большой шанс таким артистам, вот как мы, начинающим. Ну, это круто, поэтому это возможность. Во время телевизионного шоу вашим наставником был Потап. Скажите, как он отреагировал на ваше участие в Евровидении? Дает ли какие-то советы? Да, да, круто он отреагировал, мы сейчас с ним вместе работаем. Ну, а почему бы и нет? Нам организаторы позвонили, предложили, и он тоже согласился. Супер, это еще раз хорошая возможность, это понимают все, и он, и я. Советы дает, поддерживает, любит, он пишет смс-ки с поддержкой, это очень важно. Ну, каждому человеку вообще важна поддержка. Поэтому и дает советы быть собой всегда. Говорит, никого не слушай, и делай все, как тебе хочется. Можно прислушиваться, но есть люди, которые сковывают, и, соответственно, получается не то, что тебе хочется. Когда дают свободу, это очень везет. Продолжите фразу. Для вас Евровидение это? Это любовь. Интересно. Любовь к музыке. Любовь к музыке. Да, любовь к музыке, любовь к людям. И, ну, в принципе, это любовь. Это моя жизнь, я люблю то, что я делаю. Опыт. А вот такой вопрос. Есть ли у вас тот, кто сейчас продвигает ваш проект? Да. Это Алексей Потапенко. Потап. Потап, да? Да. Он пишет вам тексты? Нет. Мы пишем их вместе. Ну, например, вообще я сама пишу себе песни, поэтому с этим у меня проблем нет. Но я не знаю английского языка, надеюсь, я в будущем его выучу. Я уже иду к этому. Поэтому песню на английский переводил Потап, и немножко какие-то кусочки свои придумывал он. А я уже как бы... Саму мысль я придумала, но там уже, короче, мы вместе работали. Вместе. Да. А каким будет ваш номер на Центбол? Я думаю, он будет ярким, гермоничным. Нет, ну это понятно. Вот какую-то деталь вы можете рассказать. Вот приоткрыть немножко этот занавес. Какую-нибудь небольшую такую деталь. Может, мы увидим новую Ингрид? Да. Это сто процентов, потому что я такой еще никогда не выступала. И вообще, я вам скажу, эту песню, которую я буду петь, она, наверное, самая сложная песня, которую я когда-либо пела вообще в своей жизни. Что для вас главное в жизни? Это, наверное, семья. Я очень люблю свою семью. И это любовь ко всему окружающему. Ну, главное, любить и быть искренним. Да, искренность. А вот как вы считаете, каким должен быть участник Евровидения? Какими качествами он должен обладать? Ну, наверное, он должен быть честным. Я это очень часто говорю, потому что для меня это очень важно. Если человек делает честно свою музыку, я думаю, это чувствуют люди. И, естественно, материал, который он поет, он заходит людям. И нравится. Поэтому, я думаю, он должен быть честным, интересным. И, ну, интересным. Каждый артист по-своему уникален. Вот скажите, в чем ваша уникальность? Почему зрители должны проголосовать именно за вас? Ну, я не знаю. Подумайте. Может, я часто улыбаюсь, и всем это нравится. Не знаю. Ну, наверное, лучше это спрашивать у зрителей. От чего бы вы не могли отказаться в жизни? От чего бы я не могла отказаться? Ой, не знаю. От солений. Да. Если бы мне предложили кислую помидорку, я бы не отказалась. Класс. Или от рыбы. Кто для вас пример на музыкальной сцене? Зимфира. Почему? Зимфира и Тина Кароль. Объясню, почему. Потому что, ну, согласитесь, это круто, когда тебя слушают, слушали 10 лет назад и сейчас слушают. И практически все сдают ее песню наизусть, и практически всем она нравится. Наверное, потому что она просто делает честно свою музыку. Я думаю, это ее секрет, как бы такой, даже и не секрет. А вот я видела, что вас на первом прослушивании сравнили с Тиной Кароль. Ага. Вот как вы на это отреагировали? Очень позитивно, потому что Тина Кароль очень красивая женщина. И мне это приятно, когда мне говорят, что я на нее похожа. Тем более она мне импонирует, как и по внешности, так, как она себя ведет на сцене, так, как она работает, она очень трудолюбивая. И видно, что этот человек старается, он занимается вокалом, несмотря ни на что, потому что это нужно делать даже, как бы, таким зрелым артистом, можно так сказать. И, ну, она крутая, мне она очень нравится, потому что она не стоит на месте. Даже если послушать ее год назад и сейчас, я не скажу, что она тогда пела плохо, но видно рост, как она работает, она развивается. Это очень круто. Она для меня является примером. Какой вокалисткой вы видите себя через пару лет? Если честно, не знаю. Вообще ни мыслей никаких нет. Но однозначно петь вы будете. Да, буду. Ну, я просто человек такой, мне понравится вот сегодня рэп, и я вот сегодня хочу написать рэп и вот так вот исполнять. А может, на завтра он мне уже перенравится, и мне не будет это нравиться, понимаете? Поэтому, честно сказать, я не знаю, какой я буду через два года. Это мне самой интересно. Вот что для вас значит развиваться? Это рано просыпаться. Для меня это очень много чего значит. Я к этому стремлюсь. Не лениться заниматься спортом и трудиться заниматься вокалом. Потому что, ну, те люди, которые работают в сфере сценической, они поют, артисты. Я думаю, что очень важно все-таки тренироваться, всегда поддерживать форму. Потому что, если ты, например, я знаю по себе, если я не позанимаюсь неделю, ну, все, уже как-то навык по чуть-чуть пропадает. Да, теряется. Так же, как и спортсмены. Мышечная масса помнит, но они все равно там становятся чахлыми, например. А потом за неделю они могут нагнать, нагнать. То есть главное всегда развиваться, не стоять на месте, заниматься, ну, читать что-то новое, узнавать что-то такое прикольное, путешествовать. О чем вы мечтаете? Ой, я мечтаю со временем не испортиться. Знаете, как говорят? Ой, главное, чтобы ты не зазвезделась. Вот я мечтаю, чтобы я никогда не зазвезделась, потому что, зная эту профессию, это очень сложно. Как бы кто ни говорил, но правда, меняется окружение, меняются твои вкусы, ты, в принципе, понимаешь, что ты всем людям себя всю не отдашь. Поэтому я очень, как бы, боюсь этого и хочу оставаться такой, какая я есть. Мечтаю очень много путешествовать, мечтаю не лениться, потому что я безумно ленивая. Мечтаю регулярно заниматься спортом и быть здоровой, ну, поддерживать здоровый образ жизни. Что вы пожелаете участникам Евровидения национального отбора? Я пожелаю быть собой, всем. Чтобы никто ничего никому не навязывал, и не надо зрителям ничего доказывать в номере своем. Просто делайте то, что вам хочется, и никого не слушайте. Нет, вы можете, конечно, слушать, но просто делать то, что хочется, то, что нравится. Это самое главное. Ну, и напоследок, хочу вас попросить, чтобы вы спели кусочек своей песни. Давайте, я еще свою песню не выпускала ни в какие-то соцсети, поэтому я кусочек вам сейчас пою, Масеньки, на английском языке. Спасибо большое, что пришли. Спасибо. Спасибо.